так друзья всем привет тут написала несколько моих подписчиков что хотят раз у меня есть электровелобайк хотят чтоб я рассмотрел зарядное устройство к велобайку на 36 вольт она очень распространено по украине значит вот она разобрана это устройство выглядит она так вот сверху светодиод есть стоит она стоила она до войны где-то около нет недорого не дешево около 500 гривен давайте посмотрим что у него внутри во первых его очень тяжело разбирать посмотрите значит здесь были вот такие вот задроченные китайские винты сейчас я вам их покажу вы охренеете когда вы видите его головку значит здесь сейчас это нормально извините это не китайский вот они которые там были сейчас я вам покажу их значит здесь и в форме трех звезды сейчас сейчас попытаемся увеличить вот форме трех звезды расположена головка причем посредине у нее выпуклость металлическая по бокам утопленные концы значит ничем не удалось ее открутить ни одна отвертка в нее не входит вот она вот такая значит туда удалось закрутить только с помощью отвертки сейчас я вам покажу раскручивается только с помощью тонкого язычка отвертки значит тут есть такой вот вот такая насадка тонкий язычок и вот мы попали на не на все три она 2 и получается под углом сопротивления удается их выкрутить эти винты винты конечно задроченные я всю свою жизнь таких задроченных винтов не видел вот они на шурупы эти китайцы сделали максимум для того чтобы этот блок питания никто не раскрутил и не узнал тайну этого блока питания значит вот такой он задроченный 33 луча у него есть под углом и внутри что интересно что потверку вы не всунули у него поверхность сверху такая выпуклая по бокам ну короче ужас какой-то я их еле открутил давайте посмотрим что у нас внутри внутри у нас все довольно тривиально просто одновременно загадочно значит что мы видим во первых я думал что вот этот вентилятор который крутится внутри вот он китайский вентилятор сейчас посмотрим насколько он вольт вот значит 12 вольтовый он ток 100 миллиампер написано значит я думал что он стоит на каком-то элементе с радиатором охлаждает какую-то микросхему или транзистор выходной но нет он здесь просто стоит и довольно сильно шумит и отвлекаетесь и днем его почти не слышно вот он а если ночью включать на зарядку он довольно гудит довольно таки ну так довольно неприятно поэтому как первая доработка мы этот вентилятор видите он здесь получается выдувает воздух проходит через корпус задувает или нибудь или он выдувает не столь важно важно то что в верхней крышке расположены видите вот такие вот отверстия значит китайские косоглазые специалисты решили что вот сюда будет воздух задуваться потом проходить через весь корпус и выдуваться через вентилятор что само по себе глупо объясню почему здесь внутри куча всяких элементов которые не нуждаются в охлаждении то есть вот эта вся плата и на в охлаждении не нуждается здесь нуждается в охлаждении так вот это транзистор на который идет силовое напряжение силовой ток идет проходит через него и вот эта микросхема вот она что интересно она без радиатора давайте посмотрим быстро значит что мы здесь видим два конденсатора вот 400 вольтовый конденсатор значит стоит он цепи питания второй конденсатор фильтрующий это 400 вольт 68 микрофарад 2 электроэлектрический конденсатор как мы видим 63 вольта и сколько то там микрофарад 300 микрофарад по моему да это фильтрующий излаживающий конденсатор обвязка ничего сложного и вот такой вот прекрасный огромный преобразующий трансформатор значит он здесь дает в этом блоке питания устроен как компьютерных блоках питания он формирует несколько нужных напряжений для работы и вот здесь вот операционный усилитель четвереный стоит и оптопара 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 вот микросхема четырехножечный операционный усилитель четверенный lm и вот такой вот шим-контроллер значит сейчас я точно вам скажу что там стоит значит стоит там прекрасный сын контроллер к от 3842 значит характеристики этого контроллера интересные во первых вот эти все микросхемы больше 70 градусов им нельзя разогреваться то есть почему я все время всех видео говорю что надо ставить радиаторы потому что больше 70 у них по дата шиту они работать не будут они могут просто взорваться теперь смотрите эта микросхема интересная к 3842 тем что у нее входное напряжение питания от 11 до 30 вольт то есть неплохой шим преобразователь я такого еще не видел в таком широком диапазоне по входному напряжению выходной ток у него правда до 1 ампера он дает вот но зато у него частота преобразования если вот на тех шим-контроллер что мы с вами рассматривали lm 25 60 там 30 36 у них частота преобразования маленькая 96 там 120 150 килогерц то у этого шим-контроллера уникально у него 450 килогерц преобразования то есть он очень высокочастотный шим-контроллер преобразователь корпус dip 8 значит смотрите с этим понятно значит здесь обычный шим-контроллер к 3842 значит теперь дальше значит вот эта микросхема здесь стоит по схеме это щетверенный операционный усилитель lm 324n корпус dip 14 смотрите значит что он из себя представляет обычный операционный усилитель четыре штуки их там вот очень у него большой диапазон напряжений значит на пру единственное что у него напряжение питания по ножке у него есть вариант и однополярные двуполярная однополярная у него от 3 до 30 вольт то есть он такой очень довольно таки широкополярный этот операционный усилитель четверенный значит что у него по схеме по схеме у него стоит 4 операционных усилителя значит вход у них 2 3 13 12 10 9 и 5 6 питание у него на четвертую ножку подается земля на 11 выходы 4 тоже у него первая ножка 7 8 и 14 ну по периметру такой подняли значит это операционный усилитель и прекрасный операционный усилитель значит что у него хорошие показания он он умеет питаться как однополярным питанием от 3 до 32 вольт так и так и двуполярным от полтора до 16 вольт значит если кого интересует то у него усиление по постоянному напряжению 100 децибел в принципе очень неплохой у него входное ток компенсация и защита от короткого замыкания диапазон входного синфатного напряжения содержит землю да вот выходное напряжение вот у него от 0 до напряжения питания полтора вольта на чашу мы внутри имеем внутри имеем токовое зеркало два операционных усилителя потом на выходе эмиттерные повторители и три транзистора у него отвечают за безопасность то есть за короткое замыкание и за нагрузки значит довольно он прикольный этот лм324 н это старая известная всеми проверенная микросхема так теперь что мы видим вот здесь вот этот квадратик у нас загадочный с обозначением z31 или как-то он там обозначен это обычная автопара значит 817 автопара обычная бывает pc 817 кстати часто она стоит и в телевизорах и в телевизорах она кстати постоянно взрывается вот она это автопара значит это транзисторная автопара 817 c вот она дешевая без проблем значит внутри мы имеем обычный сокет с автопара из диода и транзистора вот транзисторы по моему этот нпн ну короче вот и вот один идет соответственно на базу транзистора 2 диоды с эмиттера транзистора то есть как бы вот такая вот прекрасная автопара здесь обвязка стоит все и транзистор будет основной который потоку работает значит смысле доработки что тут надо обязательно сделать нужно вот этот вот прекрасный вентилятор вообще отсюда вынуть и поставить его первый вариант здесь есть место вот сюда его поставить вот тогда это будет правильно объясню почему воздухе так сюда будет заходить отовсюду но первое будет усиленное охлаждение вот этого транзистора силового потока который греется теперь он будет охлаждаться очень быстро и мощно второе когда этот здесь будет находиться этот вентилятор он будет меньше шуметь потому что наружу будет меньше звука выходить и в третьих он будет охлаждать еще и вот эту микросхему шим-контроллера потому что куда ему не деваться все равно через нее вот такой вот так и типа ток воздуха а не так как он раньше тут бог знаете на 10 сантиметров от нее находился 3 он будет еще охлаждать и вот этот трансформатор который я не знаю греется или нет но обычно они тоже слегка разогреваются ну короче вот таком режиме он будет более благоприятно работать здесь надо взять пластиковый пистолет и просто этот прекрасный тем более здесь есть место вот какие-то тут резисторы транзисторы можно сверху на него так поставить этот прекрасный да будем делать это по-любому даже вплоть до того что вырежем вот здесь вверху на корпусе отверстие чтобы он закрывался и вот здесь он будет находиться правильно потому что он грелся и я видел что ему тяжело работать сейчас будет хорошо вот это единственная доработка которую мы сделаем вторая доработка чтобы когда он заряжает велосипед или просто так он вам не нужен чтобы от него толку бы мы сюда вставим вот такую разобрали прекрасную 5 вольтовое зарядное устройство на 2 юсби 2 1 ампера и мы сюда его в трендючем сняли с него припаяли напрямую 220 вольт и 220 вольт подадим вот сюда на вход то есть этот 36 вольтовый китайский зарядное устройство для электровелосипедов на мощные литий-ионные аккумуляторы она довольно мощная потому что представьте себе заряжать 36 вольтовую сборку из аккумулятора 18 650 которых там от 30 до 50 штук причем они все высокотоковые вы понимаете высокотоковые не вот такие вот дешевые обычные а там дорогие стоят литий-ионные аккумуляторы высокотоковые такие вот самсунги всевозможные они вот это вот гамно все китайское то есть и там они стоят от двух с половиной по моему до 3000 миллиампер часов короче вот это устройство справляется с таким вот галиафом которого надо заряжать чем довольно неплохо справляется она имеет автоматический режим она при зарядке отключается на характеристики замерены у него были на выходе значит если значит полностью разряжается аккумулятор 36 вольт значит на нем 39 на холостом ходу так он 36 вольтовый при полной разрядке 21 вольт то есть доводили мы эту литий-ионную сборку до низа кстати бытует мнение что типа нельзя эти литий-ионные разряжать в ноль полный практически ну там чуть-чуть остается можно потому что это литий-ион аккумулятор он наоборот любит он подымается всегда без проблем это никель-металл-гидридные как бы ну нежелательно оставлять на них заряд а на литий-ионных но в принципе процентов 30 можете оставлять остальное там 2 и 9 вольта уже на нем остается 2 и 5 вот эта зарядка должна их отключать не давать им разряжаться полностью потому что потом он может не подняться этот литий-ионный аккумулятор ну в теории так то есть в принципе вот такая вот прекрасная зарядка чинить ее легко плата с той стороны я смотрел сейчас вам покажу сделано неплохо разводка сделано хорошо пайка тоже хорошие холодных паек мы не наблюдаем вот единственная вот тут резистор ну в принципе мы его сейчас подпаяем дал тут плохо подпаян всегда китайские когда вещи смотрите всегда даже если она рабочая просмотрите нет ли где-то холодных паек нет ли где-то в пайках отверстий то есть и не поленитесь паяльником допаять вот короче вот такое у нас прекрасное устройство неожиданное решение с блоком питания блок питания импульсный тоже на нем все теперь я думаю вам если что чинить его будет легко тут ничего сложного нет обычная отгазка шим контроллер выходной транзистором по мощности питающий тут все это дело дающие необходимые токи через него обвязочные конденсаторы обвязочные резисторы и диоды которые на выход защищают от короткого замыкания тоже и они проходят в блоке питания непосредственные такие диоды которые больше только дают автопара транзисторная то есть ничего сложного нет как оказалось но вот так же что мы видим вот диоды стандартный мост 4 диода все защитные резисторы вот они стоят маленькой умности но все больше ничего тут такого нет все будут вопросы пишите всем отвечу а сейчас будем дорабатывать этот недостаток во первых вставлять сюда будем каким-то вот таким образом вставляется зарядка будет дополнительно вставлена на 2 юсб чтобы было больше пользы от этого зарядного устройства и второе обязательно вот этот прекрасный вентилятор его надо или вот так расположить может быть даже лучше будет потому что так он будет охлаждать полностью вот этот транзистор и вот меня интересует особенно чтобы этот шим-контроллер тоже он на него ток небольшой но он греется тоже как бы но он отвечает за все и греется он сильно то есть вообще здесь как-то расположить все равно нужно так чтобы или вот так расположить до или вот так расположить это ну все равно в таком случае он будет лучше чем как он раньше был вот здесь бог найди не знаю чем думали китайцы так его располагая туда заходит воздух он медленно проходит сюда и выдувается охлаждение процентов 30 получаются от этого всей конструкции можно конечно хитро этот вентилятор развернуть по другому вот так как не как он не был тогда он будет задувать сюда воздух холодный но и так лучше даже так будет лучше но самый лучший вариант это все-таки помучаться и вот все-таки его вот сюда поставить вот здесь он будет конечно идеально стоять до если он будет идеально стоять мы подождем тут элементы вот сюда вот так его поставить причем желательно чтобы воздух шел вот так то есть он будет подсасывать сюда воздух охлаждать вот этот транзистор а потом второй его вариант он будет дуть сюда поток воздуха, охлаждать шин-контроллеры вот этот транзистор. Вот видите, вот такие вот простые доработки, гениальные не побоюсь этого слова, улучшают безопасность устройства, оно будет дольше работать, меньше шуметь и более практично применяться вами. Спасибо, вопросы пишите, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь.